Для детей, достигших 14 лет. Его представители встречаются с жителями, отвечают на вопросы и рассказывают, с какой целью страна идет на такой шаг. Об этом мы поговорим сегодня с нашими экспертами. У нас в гостях сегодня Ерка Набель, депутат Можилиса парламента Республики Казахстан, член Республиканского народного штаба. Также Серег Чингисович Бектурганов, член Кустанайского областного народного штаба за строительство АЭС и Аружан Сарсинбаева, также член Кустанайского народного штаба, представитель молодежного крыла. Добро пожаловать к нам в студию. Тема такая злободневная, интересная, непростая. Вы последние несколько недель проведете такую активную работу в этом направлении. Расскажите, вообще для чего был создан штаб, вот такой народный штаб и все, такое название еще, народный штаб. То есть какую работу он ведет сегодня и какая главная цель вот такой организации? Серег Чингисович. Серег Чингисович, я думаю, что, прежде всего, вопрос очень серьезный. И у людей очень много вопросов возникает по строительству АЭС, по ее функционированию, по необходимости строительства. И очень-очень много разных вопросов, сколько людей, столько мнений. Поэтому штаб был создан именно с этой целью. И первые недели сразу показали о том, что сразу скажу очень важную вещь, для нас, по крайней мере, что сегодня люди живут в социальных сетях очень много. Создаются информационные пузыри. И в социальных сетях появилось очень много специалистов, так называемых, которые разбираются в ядерной энергетике. Во всех вопросах, да. И очень много идет, ну, негатив, ладно бы, был бы, но идет очень много недостоверной информации. Поэтому наша работа в этом и заключается, чтобы предоставлять информацию объективную, прежде всего, основанную на фактах, которые можно найти в открытых источниках, и основанную на высказываниях специалистов, тех, которые очень-очень давно работают в ядерной энергетике. Как выяснилось, это очень необходимо. И мы никогда не обращались к этой теме же в Казахстане. У нас разные были, и пандемии были там, у нас в социальных сетях появлялись очень много эпидемиологов. Паводок последний показал, что у нас, оказывается, гидрологов очень много. И мы трясение в Алматы пройдет, у нас сейсмологи все становятся. И так вот с каждым информационным поводом появляется очень много специалистов, которые кто-то просто хайпуют, кто-то намеренно что-то делать с какой-то целью. Не знаю, не в это главное, какая у них цель. Наша цель главная – это дать людям объективную информацию о перспективах развития энергетики в Казахстане, о необходимости строительства атомной электростанции и о том, что будет в случае ее строительства и какие перспективы открываются. То есть вы посещаете различные трудовые коллективы. Это предприятия, заводы в сельской местности тоже бывали. Но люди слушают вас. Какие вопросы их сегодня волнуют? Ну, такие основные вопросы. Я хочу продолжить мысль, потому что самый первый вопрос, который мне задали, в самом первом коллективе, было, зачем вообще проводить референдум. Да. Референдум у нас пройдет 6 октября, напомним. Да, да. Сразу первый же вопрос был, а зачем проводить референдум. Страны же строят, вот Узбекистан без всякого референдума принял решение. Стран, которые, скажем, принимали бы решение через референдум, их не так много. В Швеции на моей вот, мы так посмотрели, кто там принимал решение, и, собственно, все. И все. Да. Здесь очень важный момент, вот Серик Ченгизович сказал, да, про информационные пузыри вот эти вот. Мы могли бы построить, в принципе. Но те фобии, которые сегодня есть у нас, они бы остались. Более того, они бы начали развиваться. Конспирологических теорий было бы много. Людей бы стали запугивать. Там трасса у нас республиканская проходит, по ней ездить нельзя. Мы обязательно заразимся и все умрем. Рыбу из Балхаша есть нельзя, купаться в нем нельзя. И вот-вот завтра-послезавтра будет ядерный взрыв, и мы все сгорим. И надо покидать страну, возможно. Да, да, да. То есть, оно бы все осталось и никуда бы не делось. Сегодня, когда президент принял решение, наверное, это тоже достаточно такой был смелый шаг. Потому что вопрос-то между нами, говорят, технический. Но мы его перевели в политическую плоскость. Потому что он касается не нас, даже не столько вас. Он касается наших больше детей и внуков. То есть, это мы сейчас решаем за них. И здесь очень важно, чтобы выбор был осмысленным. И сейчас, благодаря той работе, которую штаб проводит, у нас уровень информированности в целом у населения значительно вырос. Мы узнали о том, что у нас существует национальный ядерный центр. Мы узнали о том, что у нас существует институт ядерной физики. Мы узнали о том, сколько у нас интересных ученых, специалистов в этой области работают. Мы узнали, что у нас есть развитая промышленность, которая изготавливает ядерное топливо. Которая необходима энергетика. Да, конечно. Мы узнали о состоянии нашей энергетики, о чем никто... Включил рубильник замечательно, ты не думаешь, света нет, что начинаешь думать только тогда. И вот эти все фобии, которые существуют, люди получили возможность эту информацию, по крайней мере, от компетентных людей получить. Я думаю, это очень здорово, это дорогого стоит. И самое главное, что... Вот очень важно, безусловно, для нашего общего будущего вопрос. Он решается именно как прямая демократия с участием народа. Ну, референдуме. Конечно. Ну, и зачем нам референдум? Один, да? Вопрос. Какие вопросы еще? Наверное, вопросы безопасности. Сегодня, скорее всего, в первых рядах, да? То есть безопасность всегда говорят, потому что, кроме радиофобии, которые основываются в том числе и на истории симпатического ядерного полигона, все сразу говорят Фокусима, Чернобыль. Ну, приходится объяснять, что Фокусима и Чернобыль – это атомные электростанции первого поколения. Фокусима была построена в 1971 году. Чернобыль был построен в 1977 году. Казахстан сегодня планирует строительство атомной электростанции третьего поколения. Может быть, даже 3+. Это совсем другой уровень атомных электростанций по технологии, по безопасности – это первое. Второе. Атомные электростанции, которые сегодня строятся, 40% стоимости атомной электростанции – это уходит на безопасность. Физики, ядерщики, специалисты ядерной энергетики, они говорят, что не нужно такого уровня безопасности. Но все равно, учитывая то, что люди очень волнуются всегда, не только в нашей стране, государства идут на то, что 40% стоимости вкладывают именно в безопасность атомной электростанции. Поэтому те атомные электростанции, которые сегодня построены, последние годы, последние десятилетия – это абсолютно другого уровня атомной электростанции. Там априори исключен ядерный взрыв, потому что технология совершенно другая. Максимум, что может произойти, хотя и это самый такой случай – это расплавится топливо. И для этого есть уловители, специально сделанные в атомной электростанции. То есть в внешней среде вообще никакого выброса не будет радиоактивности. Ну вот если так говорить, коротко. Все остальное – это действительно фобии, и люди беспокоятся, вспоминают, говорят. Ну у нас аварий очень много. Это не значит, что мы не должны ездить на машинах. Второй, наверное, комплекс вопросов по чистоте, по популярности, после безопасности – это сколько будет стоить электроэнергия? Вот здесь тоже очень много фейков гуляет, там и 60 тенге называют за киловатт, откуда эта цифра взялась. Мы долго разбирались, потом выяснили, что оказывается, это цена, по которой Турция будет у Росатома на кую покупателей. Какие наши жители, да? В течение 12 лет, да. Но это не значит, что потребитель будет платить эту цену. И мы объясняем принцип тарифообразования, мы объясняем, почему государство может регулировать, каким образом регулировать тариф, почему на самом деле атомная энергетика получается дешевле, чем обычная генерация, несмотря на то, что станция дороже. В долгосрочной перспективе. Да, да. Именно для детей. Причем, что интересно, чем больше электростанций, страны, где электростанции больше атомных, они свою энергию делают дешевле. Сегодня только привели пример Белоруссии, где создался профицит электроэнергии. И чтобы люди больше потребляли, они пошли на такой интересный шаг, когда чем больше ты потребляешь, тем меньше платишь. Ничего себе. В итоге, вот в 2020 году они свою станцию открыли, в итоге у нас сегодня в наших магазинах белорусская продукция дешевле казахстанцев. У них сегодня две уже атомные электростанции. Ну, вот я об этом и говорю, да. Они имеют возможность снижать цены, если ты больше потребляешь. Они стимулируют потреблять больше электроэнергии. Сегодня в Белоруссии отопление домов частных переводят на электричество. Потому что это стало дешевле, чем газ. Но еще важно заметить, что выбросов там меньше гораздо. Конечно. Это экологически чистый уголь. Да, тот же уголь. В мире атомные электростанции приравнены к экологическим источникам генерации электроэнергии. Такие так же, как и ветровые электростанции и солнечные электростанции. Но ветровые и солнечные электростанции, во-первых, нужно сказать, что никто в Казахстане не отменяет их строительство и генерацию за счет ВИЭ. Имея такие площади, имея степи, имея джунгасские ворота, все это будет. Но нужно учитывать, что на сегодняшний день в мире нет технологий по утилизации от этих электростанций, тех же ветряков и тех же солнечных батарей. Это первое. Второе. Их работа максимум 15 лет. Атомные электростанции 60 плюс 20, как правило. Около 80 лет. Не менее, да, около 80 лет. Это минимум идет. Это постоянная генерация. Третье. Солнца нет. Солнечные батареи не работают. Ветра нет. Ветрики не работают. Поэтому здесь надо понимать, что они должны быть, но это не основное. Они сегодня уже 6% генерации занимают. Ну а жить все время на угольных электростанциях, это не просто несовременно, это экологически вредно для наших людей. Посмотрите уровень заболеваний там, где экибастуз находится, где наши основные угольные станции находятся. Это же беда просто большая очень. Очень большая беда. Сегодня уровень радиации в районе угольной станции в 10 раз выше, чем уровень радиации рядом с любой атомной станцией. За счет того, что там все время находится вот эта угольная пыль, зола в воздухе, отличающая частицы, которые более радиоактивны, чем уголь. Вот, а мы говорим, что мы по дороге не будем ездить. Поэтому здесь очень много таких моментов на самом деле, действительно, и надо, чтобы люди это все понимали. Атомная бомба, которую взрывали Семипалатинские, ядерный реактор, это абсолютно разные вещи. У нас успешно работающие есть ядерные реакторы, небольшие, правда, малые реакторы. Об этом надо концентрироваться. Два сказать, у нас нет специалистов. У нас сегодня работают в Казахстане три экспериментальных ядерных реактора. Один из них, у него возраст 60 лет. Все они находятся под контролем МАГАТЭ, который проверяет без предупреждения все. Специалисты есть, которые их обслуживают, специалисты есть, которые на них работают. Специалисты есть, которые проводят там эксперименты различные. Это атомный реактор, это просто поменьше он. Есть большие, а есть поменьше. И безопасность там обеспечена полностью. 60 лет назад построены. Это надо, это же о чем-то говорит. У нас полный цикл есть от добычи до, как я сказал, топлива. Некоторые специалисты там в кавычках говорят, как мы будем покупать, будем. Нас подвяжут сейчас на все эти вещи. Китай три года уже покупает топливо для своих атомных электростанций в Казахстане. Те, которые изготавливаются на Ульгинском металлургическом комбинате в Восточно-Казахстанской области. Вот и все. Просто мы сами некоторые, мы не знали, мы в эту тему никогда не внедрялись и не изучали. А вот сейчас начали смотреть ученые атомщики и те, кто там работают руками, головами. Они скромные люди, они о себе нигде не трубили. А вот сейчас выясняется, как раз у нас величайшие специалисты есть. Вот Иркина Морозович рассказывал, наши специалисты работают за рубежом, физики-ядерщики. Поэтому у них не было размаха, я думаю, вот начнем строить, начнет возвращаться. Ну, надеемся на это, да. Рожан, скажите, вот как молодежь, что говорит молодежь? Вы встречаетесь наверняка тоже, проводите какие-то беседы? Молодежь чаще за строительство атомной электростанции, потому что сейчас вся молодежь пользуется искусственным интеллектом, компьютеры. Сейчас развивается криптовалюта. То есть для того, чтобы вырабатывать криптовалюту, нам нужен компьютер. И не один, а очень много компьютеров, которые будут вырабатывать эту самую электронную валюту. Даже подумать, 10 лет назад мы не думали, что мы будем оплачивать все через телефон. А через 10 лет, я думаю, у нас сейчас все так стремительно развивается. Через 10 лет мы точно вообще не сможем обойтись без электроники. И молодежь это прекрасно понимает, поэтому они поддерживают эту идею. Все, потому что у нас и производство, даже если взять наш регион, он является у нас промышленным. И все это у нас роботы, автоматизация, это все требует большое количество электроэнергии. Также сейчас молодежь очень заинтересована в экологичной части. То есть то, что атомная электростанция является экологичным источником энергии, это тоже является плюсом, который поддерживает молодежь. Как ранее отметили эксперты, что по сравнению с тепловой электростанцией, атомная электростанция не выделяет вредных веществ. Но там их гораздо меньше. Да. И даже если выделяют, то... Практически нет. Практически нет. Ну, углеродного выброса нет вообще ноль. Там есть только сопутствующих производств. Что-то там трансформатор будет стоять, нам еще что-то. И как таковой, там отходов никаких нет. Кроме ядер. Ну, кроме самого топлива отработанного, да. И вообще в целом молодежь высоко заинтересована в этой тематике, потому что в ТикТок очень много разных интересных видео. Сама, например, в детстве интересовалась чернобыльской аварией. Было интересно, почему это произошло, как это повлияло. И вот молодежь очень много потребляет информации в интернете. И как раз на встречах они более активны, больше задают вопросов, потому что мы организовывали встречи с экспертами, с физиками, преподавателями кафедры физики из КРУ имени Ахмета Пайтурсынова. Молодежь заинтересована. Но все же, конечно, есть и та часть, которая боится. Но наша цель как раз-таки, нашего штаба, у нас есть штаб по области, который составляет 180 человек. Мы занимаемся как раз-таки агитационной работой. Мы расклеиваем информационные плакаты, проводим акции от двери к двери. То есть мы совместно с членами народного штаба на улицах, в торговых центрах раздаем информационные буклеты, в которых есть общая информация о том, что такое атомная электростанция, потому что зачастую даже на встречах. Ну вот, когда мы проводим акции от двери к двери, некоторые люди даже не знают, что такое атомная электростанция, для чего она нужна. И также в этих информационных буклетах имеется QR-код, который можно отсканировать, перейти на сайт, и там вот как раз-таки описывается преимущество на том, какие ряды будут стоять. То есть молодежь активна в этом моменте. Ну, тут, наверное, важно подчеркнуть, что ваша задача же не переубедить, а все-таки донести достоверный формат. В ни в коем случае никаких убеждений, никаких призывов. Просто мы рассказываем, отвечаем на вопросы. И все. Тем более мы, когда коллектив не готов задавать вопросы, ведь зачастую у нас самые острые вопросы обсуждаются где? На кухне. Поэтому нам приходится говорить, давайте обсудим вопросы кухонные. Они же у вас есть в любом случае. Когда начинаешь сам уже говорить о том, что сомнения есть по, предположим, дефициту электроэнергии, сомнения есть по озеру Балхаш, сомнения есть по отработанным элементам топливным, которые радиоактивные. Что с ними будет, куда они будут деваться, не опасны ли они, какая радиация вокруг атомной электростанции будет, какова ее безопасность, которую мы уже обсуждали, ну и так далее, какой-то риф будет. Все эти вопросы есть, они основные. Почему на газу нельзя, например, тоже часто спрашивают. Почему нельзя все на газ перевести, он же чистый. Ну, люди читают, интересуют, смотрят, вот там в Европе газовые генерации, почему мы не можем, например. Тоже такие вопросы есть. И видно, что люди готовятся, интересуются, где-то какую-то информацию получают, где-то, может, они не могут ответить на какой-то вопрос, он их ставит в тупик. И действительно, когда начинаешь говорить, что мы готовы откровенно сегодня говорить на любую тему, ну, это важно. Да, лично я стараюсь затрагивать темы, те, которые сегодня будируются в социальных сетях совершенно с кривыми аргументами и фактами. Вот, предположим, недавно один из специалистов сказал, что это в государстве чиновники возбудились, никакой дефицита электроэнергии нет и прочее, прочее. Оказывается. Я не привожу примеры, сколько гигаватт, мегаватт и прочее, людям это очень сложно запоминать, и для восприятия. Просто один пример приведу. В прошлом году Казахстан закупил у России электроэнергии на 100 миллиардов тенге. Вот и все. Сегодня Германия, которая закрыла под давлением зеленых, которые сейчас убежали в отставку все, под давлением зеленых, закрыла все атомные электростанции. Она покупает все у Франции, у которой практически 70-75% генерации это атомная энергетика. Она покупает у Франции. Хорошо, они сегодня в одном Евросоюзе, но энергетическая независимость должна быть у государства. Завтра что-то будет. Последние конфликты же показывают. Газ закрыли, куда-то надо деваться. Очень тяжело было переходить на другие источники генерации. Что касается ветровых и солнечных, они занимают очень большую площадь. В Европе таких площадей уже практически не осталось. По сравнению с 1000 мегаватт, например, атомной электростанции нужно 40 гектар, то для ветровой это нужно где-то порядка 15 тысяч гектар. А для солнечной это под 30 тысяч гектар. Это площади большие. Мы можем себе это пока еще позволить, а в Европе этого не может быть. Газовая генерация это все равно углеродный след. Очень большой. Первое. Второе. У нас надо понимать газ попутный. У нас нет газовых месторождений. У нас газ весь попутный с нефтью. Его нужно перерабатывать, его нужно доставлять. Это не те объемы, как у Газпрома в России, которые поставляются в Европу теми или иными путями. Поэтому говорить о газовой генерации тоже не исключается. Мы же и тыцы не закрываем, хотя у них 70% износа угольные все. Мы их не закрываем. Просто мы должны думать о будущем, не о сегодняшнем дне. Да, сегодня мы переживем. Наше поколение еще хватит. Пока заводы, которые еще где-то делают, где-то переключения идут, где-то покупаем и прочее. Ну а завтра что будет? Ежегодно увеличивается дефицит электроэнергии. И когда-то мы придем в тупик. Так вот в прошлом году коллапс был по теплоэнергетике. Да. Тот тупик как раз настал. У нас есть очень такие, грандиозные планы по развитию IT-индустрии. Мы хотим стать настоящим хабом IT. Мы хотим строить у нас, когда станут крупные дата-центры. Мы хотим искусственный интеллект развивать. А это все очень энергоемкое производство. Те же самые дата-центры, например, для того, чтобы суперкомпьютеры подключать. Это достаточно энергоемкое производство. Об этом надо сейчас думать, чтобы завтра мы могли просто розетку для них найти. Потому что это все смонтируем, мы прекрасно, замечательно протянем кабель по дну Каспия, обеспечим себе информационную безопасность и встанем перед дилеммой, что у нас просто элементарно нет розетки. А еще бизнес. Глава государства сегодня говорит о привлечении инвестиций в регионе. Буквально наш регион был сельскохозяйственным аграрным, сейчас становится индустриальным. Потому что открываются новые предприятия. Предприятия огромные, масштабные. Предприятия глубокой переработки. Всем нужна энергия. Если ее не будет. Ну конечно, ну вот одно предприятие только взять, Камлит, который льет блоки для автомобилей. Там же не дровами топят. Там все электричество. Это все электричество. Завод Киа, который строится, там тоже они руками будут все носить. Все электричество. Везде. Каждый проект, даже глубокая переработка зерна, каждый проект требует электричества. Ничего другого в мире нет. Мы не будем руками мельницы разворачивать или ветровые мельницы ставить. Это уже не то, что прошлый век. Это уже средневековье. Поэтому, если смотреть вперед, и еще неизвестно, какие производства у нас в перспективе могут появиться, основываться только на угле и газе, это не перспективно абсолютно. Сегодня есть еще один такой момент, очень для нас неприятный. С 1926 года в Европе вводится дополнительная пошлина, квазиналог фактически. Любое предприятие, которое поставляет продукцию в Европу, должно предъявить сертификат, доказывающий, что производство было без угольной генерации. Если вы применяете угольную генерацию, вы платите дополнительный налог. То есть это делает нашу продукцию на европейском рынке неконкурентоспособной. И это вот уже в 1926 году будет. Поэтому нам сейчас надо думать над тем, чтобы мы завтра могли нашим предприятиям такие сертификаты представлять. То есть мы вынуждены будем от этой угольной генерации уходить. Ну и все-таки внутренний рынок. Такие вот иметь запасы урана вторые разведанные. По добыче мы первые в мире. И иметь весь цикл до производства топливных элементов для атомных электростанций. И не иметь атомную электростанцию. Но это то же самое, что выращивать хлеб, а зерно. А хлеб покупать за рубежом. Ну, примерно так получается. И поэтому мы, имея весь этот цикл, мы, конечно же, наверное, должны думать не только об одной атомной электростанции. Потому что это перспективно, это экологично и это стабильно. Вот если не говорить о развитии бизнеса, IT-технологиях и так далее, вот к чему может привести все-таки отказ от строительства АЭС? Если для простого обывателя не будет света, приходит, придется экономить, платить больше. Ну, для простого обывателя завтра сразу катастрофа, конечно, не наступит. Да. Безусловно, государство сделает все для того, чтобы не допустить каких-то коллапсов энергетических. Но нужно думать о завтрашнем дне и потом обижаться самим на себя, когда у нас будет вееренное отключение. Они сегодня уже есть, отключение. Часть из них связана с тем, что ремонтные работы какие-то производятся, а часть связана с тем, что генерация нестабильная идет. Мы же получаем электронергию североказахстанской, Павлодарской областей. Троицкая ГЭС, которая снабжала Казахстана, находится на территории России. Это не наше предприятие. И нужно говорить о том, что тогда и экономика не будет развиваться. Экономика не будет развиваться. Мы на тех старых предприятиях, которые есть, мы далеко не уйдем. Где будут работать завтрашние выпускники технических вузов? На чем они будут работать? Где мы будем выпускать продукцию свою? Мы также и будем... Вот те же 100 миллиардов тенге, которые мы отдали России за электроэнергию. Это мы инвестировали в энергетическую отрасль другого государства. Эти деньги могли бы остаться здесь. То же самое мы будем покупать товары зарубежные. Те, которые могли бы пускать здесь. Тот же глютен, я не знаю, все, что... Дороже. Дороже. Даже если по приемлемой цене мы будем покупать, мы будем отдавать свои деньги... Другой стране. ...другому производству совершенно. Это же понятно же все. В результате у нас сократится производство, сократятся рабочие места, у нас сократится налогооблагаемая база. Мы столкнемся лет через 20-25 с проблемой выплаты пенсии, стипендии. Начнется с того, что перестанет индексация производить. Нет, ну не так страшно, конечно. Мы не пугаться, скажем, что запугиваете специально. Нет, никакого коллапса не будет. Все будет так же стабильно. Это будет, конечно, решаться. Просто не будет развиваться. Просто не будет развиваться. Не будет развиваться. Вот и все. Это как в семье. Ну, не делаем чего-то. Ну, будем ездить тогда на старой машине, которая гремит. Я просто сейчас в комитете по финансовому бюджету работаю, поэтому я должен запугивать. Мы как раз с вопросами сбора налогов, бюджета работаем. Нет, но если мы будем смотреть долгосрочно, через 30 лет, все же может произойти. Нам придется занимать больше в какие-то моменты. Да, может тратить денег. Да, да, да. Я бы про финансы здесь даже не говорил, потому что финансов всегда везде не хватает. В странах ОСР тоже, где экономика сильная, стабильная. Та же Корея. У всех есть дефицит бюджета. У всех есть проблемы с тем, на какие нужно, прежде всего, направить бюджетные средства. У кого-то большие проблемы, у кого-то меньше. У кого-то больше в госдолг, у кого-то меньше. Но он везде есть. Вопрос в другом. Мы просто не будем развиваться. У нас просто не будет рабочих мест. У нас не будет наших товаров. Наши товары, это дешевле. Мы будем финансировать экономику других стран. Покупать все только там. Соответственно, уровень жизни. Да, активные граждане начнут уезжать за рубеж, там искать работу. То есть, мы видим такие страны, где развития нет. Они вроде как бы живут, но оказались в такой ловушке. Все время крутятся, вроде что-то делают, но не развиваются. И не хотелось бы, чтобы у Казахстана такая же судьба была. Как сказал Ружан, то элементарный компьютер сегодня. Даже страны Евросоюза. Да, есть эти страны. Которые мы были раньше в одном государстве. Ну, надо просто проехать. Не в столице походить, где туристы все ходят. Чуть-чуть выехать и посмотреть. Вот и все. Мы Кустана не столица, но у нас как промышленность. Индустриальная зона какая большая. Развивается там сколько предприятий новых. И сколько еще появится. Энергоемких и так далее. И это еще не предел. Еще будут, безусловно. Скажите, вот риски все-таки существуют, есть, какие? Мне когда этот вопрос задали, я задумался. Самый большой риск, самый большой риск, это затянуть строительство. Все, кто с этим сталкивался, знают, что каждый лишний год это удорожание проекта. Это то, что белый слон называют. И чемодан без ручки. И тащить тяжело, и выбросить жалко. Уже деньги вложены. Вот это самый большой риск. Поэтому нам надо принимать решение. И просто я понимаю, что в процессе, скажем, реализации проекта вылезут какие-то нюансы, которые не везде предусмотрели. Где-то нормативная база может не совсем соответствовать. Где-то еще какие-то вопросы. И самое главное, быстро вот эти моменты снимать, чтобы строительство раз уж начнется, чтобы оно шло быстро и быстро реализовать проект. Это ни в коем случае нельзя его затягивать. Самое главное. Но здесь пугаться не надо, что что-то вылезет, я думаю. Потому что строительство начнется, если решение 6 октября будет принято в Народном Казахстане, строительство начнется не раньше, чем через три года. Это будет конкурс, это будут проекты, это будут расчеты, это будут договора, это будет все. И потом строительство еще будет идти минимум 7 лет. То есть атомная электростанция у нас в лучшем случае появится через 10 лет. Это будет зависеть от подрядчика, с кем мы договоримся, вторая сторона. И от условий, на которых мы с ними договоримся. Поэтому проектирование атомной электростанции, привязка ее к местности, проекты есть. Их же привязывать нужно, смотреть условия климатические, земля, вода, люди, специалисты. За это время и специалистов новых нужно будет подготовить. Игроки на рынке строительства атомной электростанции, это штучные. Они за свою репутацию не пойдут ни на какие сделки, это я коррупции потихоньку перехожу. Они не позволят работать на атомной электростанции не специалистам. Потому что какой-то сбой, не авария даже, сбой, сразу пятно ложится на того, кто это делал, кто проектировал, кто строил, кто обслуживает. Все, выбывает. Да, поэтому специалистов они тоже будут проверять, они будут их готовить, они будут их лицензировать. Ну, элементарно я все время пример привожу. У нас даже когда компьютерный томограф или МРТ ставят в больницу, всегда в контракте написана подготовка специалистов. Потому что не может просто врач самый хороший подойти и работать, начать на нем. Даже работавший на другую системе. А компания, которая поставляет, она за свою репутацию беспокоится. И говорит, нет, мы ваших специалистов должны у себя обучить. И тогда мы их допустим к работе, к нашему аппарату. Тогда будет считаться договор выполненным. Вот эти игроки, которые работают в теме строительства атомной электростанции, это не так, что много строительных организаций, и тут рынок большой нет. 11 предложений было в Казахстане. Осталось сегодня 8, 4 страны в этом пакете. Россия, Китай, Франция, Южная Корея. Параметры, по которым их отбирали, они вырабатывались вместе с МАГАТЭ, Международной организацией по контролю за атомной энергией. Плюс международные специалисты. Это не просто мы придумали. Нам нужна вот такая атомная электростанция. Очень долгие советы были. Какие параметры должны быть для выбора. И дальше еще будет все пока не просто под контролем МАГАТЭ, и дальше конкурсные процедуры. И все остальное будет проходить только под контролем специалистов в этой отрасли. Поэтому, когда мы о рисках говорим, рисков каких-то связанных с экологией, например, рисков связанных с каких-то политических, их практически нет. Тут риски могут быть только невыполнение тех контрактных условий, непредоставление чего-то с нашей стороны. Для этого и работаем, чтобы эти риски минимизировать. Среди тех предложений, вы, наверное, тоже знаете, там очень интересные были разные предложения. Нам же и экспериментальные реакторы предлагали. Наш бывший, один из бывших крупных чиновников, которого сейчас везде как крупного специалиста представляют в сфере ядерной энергетики, он нам предлагал мини-электростанции в каждом областном центре поставить, атомные, которые вообще шикарные, безопасные абсолютно. Правда, они нигде еще не работали, но я точно знаю, что они абсолютно безопасные и так далее. Я в таком случае сразу вспоминаю Мао Цзэдуна, когда он металлургию вперед хотел бросить, и металлургические станции в каждом, металлургические, как вы поставили, в каждом. Может быть. Нет, вполне вероятно, что это так. Но мы решили не экспериментировать. Нет, это энергетика не сегодняшнего дня. Если другие страны еще на это не пошли, значит, есть экспериментальные установки. Мы не должны экспериментировать, мы должны брать образцы, те, которые надежно работают последние годы. Ну, и тут, наверное, людям важно понимать, что строить это все будет не какой-нибудь сварщик дядя Вася. Нет, конечно. А что это действительно будет компанией, как сказал Сергей Чингисович, которая беспокоится за свою репутацию, для которых вот эти вопросы... Вот, кстати, один из критериев отбора был именно, что у них уже есть реализованные работающие проекты. Успешные работающие проекты, да. Таких проектов сейчас много, потому что 400 станций реализуют, и строятся сейчас по миру, я не знаю, там больше ста, по-моему. Ну, Южная Корея, территорию, вы же понимаете, 28 атомных электростанций на такой территории. Вот и все. Никто ничего не боится, все строят и получают стабильную электроэнергию, развивают свою промышленность. Китай сейчас строят не только у себя. Китай, Великобритания, например, строят атомные станции. Ну, специалисты говорят о том, что одной станции нам будет мало, да, чтобы обеспечить на 100%, что их минимум... Ну, я просто цифры изучал, я почему и на встречах, потому что мы не говорим. И сейчас... Ну, тут надо... Наших слушателей цифрами сказать, что 2400 мегаватт планируется атомная электростанция, ну, кому эта цифра что скажет? Это нужно складывать. А другие цифры, которые... Потребление считается в киловатт-часах. И здесь нужно все переводить. Ну, действительно, если по большому счету говорить, атомная электростанция, которая будет построена, она будет занимать где-то 10% в общем объеме генерации электроэнергии. Сегодня ВИА, это возобновляемые источники электроэнергии, солнечные и ветровые электростанции, они 6% занимают генерации. И они будут развиваться. Поэтому атомные электростанции, это стабильные, с минимальными затратами после того, как она окупится. Окупаемость у нее где-то максимум 15 лет. Вот всего проекта. И дальше все идет уже, так сказать. Ну, электричество не будет удешевляться, потому что оно будет все смешиваться. У нас тарифная политика единая. То есть мы же платим не напрямую электростанции, поэтому разные генерации, и будут тарифы определенные средние. Тут по тарифам еще в любом случае будет изменение. Я думаю, что еще рано говорить. Потому что еще 10 лет, как минимум, мы будем все это ждать. Время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Спасибо большое. Я думаю, для телезрителей этот диалог действительно был полезным, интересным. Работа штаба продолжится, я так понимаю. До 5-го числа. До 5-го числа, да. И 6-го сам референдер. Спасибо большое, ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Всего хороших вам встреч. Я же с вами прощаюсь, дорогие телезрители. Это была программа «Диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова